Убийство произошло недалеко от цирка, на въезде в гаражный кооператив. Со слов свидетелей, директор застал сторожа пьяным на рабочем месте. Терпеть этого не стал и заявил, что тот уволен. В ответ получил от охранника нож в шею. Это кровь была. Его там ударили. Он его ударил ножом где-то. Или возле входа, или прямо в этом. Наверное, пока он в вагоне и бежал, потом упал, полз. И вот здесь уже его забирала скорая отсюда, где цветы лежат. А кровавленного мужчину забрала скорая. Его сердце остановилось по дороге в больницу. Погибшему было 66 лет. По рассказам очевидцев, сам убийца убегать не стал. Только вымыл руки и вернулся в сторожку. Все вежественные доказательства, в том числе и орудия преступления, было изъято. Мы только знаем о том, что это обычный нож. Дочка убитого рассказывает, с этим сторожем у ее отца всегда были проблемы. Охранник много пил, ругался и даже дрался с владельцами машин. Родственница убитого уверена, сторож пошел на преступление из-за жажды мести. Его даже уже увольняли, но он возвращался с просьбами вернуться на работу, с обещаниями больше не употреблять спиртные напитки и быть адекватным человеком. Подозреваемому 60 лет. На время следствия прокуратура просила суд посадить мужчину за решетку. Но служители Фемиды приняли другое решение. Само в ухвалі слідчого суду обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без зазначення додаткових засобів контролю. Подозреване може переховуватись від слідства. Родственники убитого беспокоятся. Мужчина може сбежать или прийти с ножом уже к свидетелям. Прокуратура подала апелляцию. Требуют взять сторожа под стражу. За убийство начальника мужчине грозит до 15 лет колонии. А возле сторожки, где произошло убийство, уже появилось объявление. Ищут нового директора кооператива. Ирина Антонюк, Дмитрий Белоконь, Медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова